Соревнования под названием «Тихий океан» никак не связаны с парусным спортом или плаванием. Это ежегодные состязания по спортивному ориентированию. Такое несвойственное имя дано им, потому что сюда, во Владивосток, съезжаются бегуны с разных уголков России, для которых Приморская столица – это прежде всего город, окруженный океаном. «Тихий океан» – это всероссийские соревнования. Здесь у нас он проходит на территории Приморского края уже проходит в седьмой раз. С 2010 года он проходит регулярно. На него съезжается очень большое количество людей, особенно детей, детский круг. Если вы сейчас видели на открытии, дети – это наш приоритет. В этом году изведать приморские лесные массивы решилось более 350 спортсменов с пяти субъектов Российской Федерации. Ориентировщиков ждали сразу три различных участка. В течение трех дней им пришлось побегать в районе 11-го форта на Русском острове, на мысе Табизино, а также на спортивной базе «Солнечная». Если местные бегуны с трассой более-менее знакомы, то многие приезжие гости увидели ее впервые. Кто-то, может, бывал в далекие годы, 90-е, еще кого-то родители в детстве привозили на остров Русский, но тут сами, вы же понимаете, все изменилось. Мы, конечно, сейчас обязательно будем экскурсии посещать после соревнований в музеи, в океанариум сходим. То есть многое, что есть посмотреть, это нам очень понравилось. И то, что ехать на соревнования, не только побегать, а и культурно отдохнуть. В трех традиционных дисциплинах – кросс-спринт, кросс-классика и кросс-лонг – соревновались спортсмены в 9 возрастных группах. Это самые разноплановые участники от 12 до 50 лет и старше. Последние, к слову, делают заявки на каждые соревнования. Для них это не просто хобби. Ветераны ориентирования на полном серьезе борются за главные награды. С десяток нас, таких юных мальчиков, как я, мы последние 40 лет выясняем между собой, даже больше, там где-то около 50, выясняем между собой, кто из нас сильнее. В каждый период времени кто-то отдельный был сильнее, потом другой. Мы так меняемся в зависимости от годов и, так сказать, от комплекции своих. Со следующего года Тихий океан преобразуется в более статусные соревнования – в первенство России. Для Приморской Федерации спортивного ориентирования это большая победа. Теперь здесь, на Дальнем Востоке, раз в два года будут собираться юные бегуны со всей страны. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.